И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! Ну, перед началом этого видео советую вам сразу же поставить пальчик вверх, подписаться на канал и обязательно нажать колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Так, друзья, сегодня у нас новая серия, и в этой серии мы с вами попутешествуем по горячим, или даже не знаю, да, наверное, по самым горячим местам космоса, по планетам, которые очень близко расположены к своей родительской звезде. Как сейчас вы можете наблюдать, такой огромный шар на нашем фоне, если вы думаете, что на мне одеты черные очки, нет, это простые очки, но они немножко будут защищать меня от Солнца, от слепящих звезд, потому что наши планеты сегодня будут расположены очень близко к звездам. Так, ребятки, давайте, я уже нашел ближайший мир, который, в принципе, не так тяжело догадаться, где он может быть, это, наверное, звезда Бетельгейза, и рядом с ней расположены 7 экзопланет, по-моему, здесь. И самая ближайшая планета к ней, она, конечно, кипит, просто кипит. Так, вот он, Бетельгейза, красный сферогигант. Я представляю, что будет с планетой, когда этот гигант вдруг взорвется. Так, вот она наша планета, 7 планет, но почему-то 4 из них раскалены, ну, а, хотя нет, они, 4 планеты точно раскалены, но вот эти вот, они не такие жаркие, как могло показаться, но, видимо, на дальнем расстоянии, ладно. Так, вот, на этой планете 2000 градусов, на которой мы с вами сейчас находимся, красный сферогигант, и смотри, отсюда расстояние до него 2 астрономических единицы. Так, давай попробуем, я не знаю, давай взлетим с поверхности этой планеты. Ух, вообще, это напоминает мне облака Венеры, но мне кажется, это все расплавленная масса этой планеты, то есть это все кипящая лава, не знаю, кипящие силикаты, железо, что может быть на этой планете. Состав, так, состав атмосферы, ну, атмосфера мне неинтересна, гидросферу бы посмотреть. Так, ну-ка, давай-ка подожди. Блин, обалдеть, и нифига себе, у этого, у этой планеты есть еще и спутники, но они также раскалены, я так предполагаю. Как такое может произойти, друзья? Это может произойти, как, ну, вообще могут планеты раскалиться, превратиться вот в такое чудо, которое вы можете наблюдать. Вообще, по идее, если звезда превращается в красного гиганта, то всем планетам, которые находятся на ее орбите, придет вот такой конец. Смотри, все, вообще все, весь состав планеты испаряется просто в космос. Я даже не могу предположить, упадет ли планета на свою звезду, либо просто всю материю выдует в открытый космос. Либо есть, конечно, вариант, что красный гигант будет расширяться, и он просто поглотит эту планету. Так, ладно, подожди-ка, я хочу посмотреть, знаешь, что я хочу посмотреть? Посмотреть, у нас еще же есть планеты, горячий Суб-Юпитер, но Суб-Юпитер не интересен, нам нужна планета с поверхностью. Горячая пустынная Субтерра. Так, что у нас по диаметру? 6000 километров. Небольшой Марс, да? Или, как я всегда ошибаюсь, можете поправлять меня, начать в комментариях сразу же. Так, ну и нам нужно... Ух ты, шикарный вид, ты только посмотри. Это, по-моему, да, вот это вот самая первая планета, на которой мы только что были. А, нет, это у нас Бетельгейзе-2, горячий Суб-Юпитер, который я не посетил. Там делать нечего. Так, ну давай попробуем найти поверхность. Какие-нибудь горы или что-нибудь будет. По-моему, какие-то камни, галька или что это, я не понимаю. Так, плотная атмосфера, сквозь которую я не могу... Нет, я смогу разглядеть. Ты посмотри, как прекрасно смотрится Бетельгейза. Да, находись ты на этой планете, тебя вмиг убьет радиация. Просто гамма-излучение сделают с тобой то, что они делают. Так, давай-ка попробуем перемотать время. Посмотрим ночь. Ночь на этой планете. У нас будет закат Бетельгейза? Да, у нас будет закат Бетельгейза. Ты посмотри-ка, прекрасно. Сейчас он смотрится таким голубым, да, синим, я бы даже сказал, шаром. Но здесь очень плотная атмосфера, я смотрю. Состоящая из газов, СО2. Блин, поэтому здесь, наверное, особо... Хотя... Хотя нет, я думал, что я не смогу рассмотреть ночное небо. Но, тем не менее, мне это удалось с этой планеты. Так, окей. Ладно, ну с Бетельгейза все мы и так понимаем, все мы знаем. Давайте попробуем найти какую-нибудь другую планету. Оранжевый гигант. Другую звезду, вернее, и посмотреть там какие-нибудь ближайшие планеты. Горячий Юпитер, горячая пустынная Терра. Так, у один большой медведицы. Уф. Я вот не понимаю вот этого одного. Это что такое? Это так растекается лава на этой планете? Ну, этот шарик-то будет поровнее, чем... Бетельгейза, да? Это у нас... Подожди, это у нас оранжевый гигант. А там красный гигант. Светящаяся зеленая такая атмосфера, прикольно. И, кстати, смотри, на планете шторма присутствует, я не понимаю. Это, наверное, огненная шторма, возможно. Так, ну-ка, подожди-ка. Сосав атмосферы, СО2. Газы, газы, газы. Углекислый газ. Понятно. А вращение 19 часов. 44 минуты. Окей. Да, ну, я думаю, что неровной поверхности мы здесь с вами на таких планетах не найдем. Просто это невозможно, потому что все, что было на этих планетах раньше, горы какие-то, не знаю, скалы, каменистая поверхность, это все просто расплавилось и составляет вот такую жидкую массу, которую сейчас ты видишь. Это все лава. Здесь все просто превратилось в лаву. Ох, классный вот этот вот такой небесный свет, да, я не знаю, то ли это атмосфера такая, свечение атмосферы. Ох, блин, не обжечь бы мне сейчас свои пятки. Ты представляешь, насколько это просто огромно? Если находился бы ты на земле и видел вот это вот все чудо света, это было бы просто шикарно. Так, ладно, хорошо, подожди, что у нас еще есть по планетам этого гиганта? Подожди. Так, планеты. Давайте какую-нибудь дальнюю планету найдем. Подальше немножко, да, жаркая пустынная субтерра, все какие-то терры. Не более того. Криогенная супераквария. Я не знаю, но здесь минус 201 градус, она достаточно далеко расположена от этой звезды. Жаркий супер-Юпитер. Ну, давайте к супер-Юпитеру слетаем, почему бы нет. Так, мне надо немножко остановить время. Как отсюда смотрится звезда, да. Мы, кстати, видим, как планеты, ближайшие к этой звезде, они просто выкидывают свою материю, все, в открытый космос. Так, ну и наш жаркий супер-Юпитер. Давайте попробуем, почему бы нет, в нижний слой атмосферы опуститься. Наверное, надо мне еще чуть-чуть замедлить время. Так, ну и в первые слои, ну и, конечно же, отсюда мы, да, мы ничего здесь не увидим. Оу. Ох, что это? Погоди, стой. Не понял. Жаркий супер-Юпитер, это, то есть, водород в твердом веществе? То есть, это, да ладно, мы можем опуститься прямо в его середину? Нет, по-моему, нет. Я, наверное, даже застрял. Да. Я не могу отсюда выйти. Так, подожди. Вот за это я не люблю газовые гиганты, потому что ты попадешь в их атмосферу, и оттуда уже тяжело будет выбраться. Так, ладно. Давайте найдем еще какой-нибудь желтый карлик. Так, голубая звезда, красный гигант. Вот красный гигант. У нас просмотр планетарной системы. И что у нас здесь есть? Горячий мини-ептун. Мини-ептун. Пустынная терра. Жаркая пустынная терра. Вот, ну давайте попробуем слетать сюда. Блин, ни на одной планете я пока еще не нашел поверхности никакой. Так. Смотри, здесь множество вулканов. Да, приливные силы звезды действуют на планету. Так, подожди-ка, стой. Ну-ка, где он? Где он? А, вот он. Вот он наш. Красный гигант. Диаметр 105 солнечных. Да ладно, не может быть этого. Расстояние 6 астрономических единиц. А что у нас по температуре 430 всего лишь по Кельвину. Ну, это немного, я тебе скажу. Я думаю, знаешь что? Наверное, на фоне как-то лавы вулкана, вернее, наверное, и растекающейся лавы будет прекрасно смотреться эта звезда. Давай вот так вот попробуем. Так. Кстати, смотри, смотрятся шикарно здесь планеты. Невооруженным глазом можно будет заметить их, если находиться здесь. Так, немножко ускорим давай время, наверное. Посмотрим на закат. Классно смотрится звезда, согласись. Можно даже еще, наверное, ускорить время немножко. Ну, мне, по крайней мере, здесь сейчас очень светло. Я так предполагаю, что здесь, по крайней мере, сейчас температура должна опуститься хотя бы на градусов. Градусов 50-100, это точно. Хотя я не уверен, наверное, здесь поверхность раскалена до такой степени, что она даже не успевает остыть. За тот промежуток времени, пока звезда не выходит на эту сторону. Так, ладно, подожди. Давай посмотрим еще. Так, стой. Ну-ка. А самая ближайшая, самая ближайшая планета. Горячий мини-нептун. У него даже нет луна. Ну вот есть пустынная Тера, давай к ней, почему бы нет. Да, планета тоже выкидывает. Весь материал с себя. Все, что только на ней есть. Горячий астероид. А давай прилетим к объекту. Почему бы нет? Давай посетим этот астероид. Посмотри, даже астероид раскален. Сколько температура? 1177 градусов. Жесть. Так, а если я опущусь на поверхность сейчас? Это наша планета. А вот и наша звезда. Я так понимаю, это еще одна луна, да? Нет, это тот самый горячий мини-нептун. Ладно. Давайте найдем еще какой-нибудь оранжевый карлик двойная. 13 планет, одна с жизнью. Но у меня сегодня видео не про жизнь. Так что давайте мы... Желтый карлик. Так, ну вот здесь на желтом карлике тоже есть горячая пустынная Супертерра. Давайте попробуем перелететь, посмотрим. Температура там вообще 2000 градусов, прикинь. Так, стоп. А где сама звезда? Это и есть вся звезда? Да ладно. Ну-ка, стой. Давай-ка на поверхность. Нет, здесь плотная атмосфера. Здесь очень плотная атмосфера. Я даже не вижу звезды. Так, подожди. Да, это из-за испарения всего материала мы, наверное, даже не увидим нашу родительскую звезду. Неужто она так близко? Ух ты. Да. Это капец, конечно. Так, голубая звезда, красный карлик, оранжевый яркий сверхгигант. Но здесь, по-моему, 18 тысяч масс Солнца. Диаметр системы 47 астрономических единиц. Ты прикинь, насколько большая эта звезда? Ну, конечно, рядом с ней нету планет никаких. Но я попробую, наверное, перелететь. Почему бы нет? Давайте посмотрим. Так, ладно. Белая звезда двойная. Белая звезда. Это не то. Глупая. Да что у нас тут? Одни белые и голубые звезды, что ли? Оранжевый карлик. Еще. Так, нет. Белая звезда. Гигантов-то нету у нас, что ли, я не понимаю. Горячая пустынная Терра. Ну, давайте попробуем, почему бы вот эту планету посмотрим. Ну, конечно, с Бетельгейза-то было поприятнее, я думаю. Смотрелось там намного все. Фантастический даже, я бы сказал, наверное, но здесь тоже горячий мир, 1500 градусов. Это, я бы назвал бы Меркурием, конечно, но это не Меркурий. Температура на Меркурии, конечно, намного меньше. Отсюда мы тоже ничего не увидим, из-за того, что планета просто испаряется, я так понимаю. Странно. Белая звезда тройная. Оранжевый карлик. Нет. Красный карлик. Ну? У нас еще есть какие-нибудь звезды-то? Голубая звезда. Ну, а что по голубой звезде? Так, браузер-система. 500 жарко, пустынная Терра, 529 градусов. Навряд ли, конечно, здесь так все жарко, как бы я хотел бы. Да, достаточно далеко все-таки планета находится от своей звезды. Не так, как хотелось бы, да? Согласись? Да. Почва интересная. Мне показалось, как будто там монетки валяются. Золотые причем. Может быть, это золото, я не знаю. Да, классно. Ладно, друзья, давайте на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео. Всем, кому понравилось, обязательно, друзья, ставим пальчик вверх. Пишем комментарии. И помните, что космос и вселенная бесконечно, ребятки, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok